Культура рождается в провинции, вырождается в столицах и в этой форме возвращается обратно в провинцию. Как сказал Освальд Шпенглер, культура зарождается в тот момент, когда из первобытно-душевного состояния вечно-детского человечества пробуждается и выделяется великая душа. С вами программа «Аколада» и я ее ведущий Тарас Куценко. Отражение истинного, настоящего искусства есть определенно во всех видах искусств. Но самый яркий момент выражения свободы, самовыражения, творчества и красоты есть только в танце. Балет своей легкостью и эмоциональной эстетикой олицетворяет самое лучшее, что есть в нашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Балет «Корсар» создан по одноименной поэме Байрона, сочиненной в 1814 году. Либретто написали Жюль Анри Вернуа де Сан-Жорж и Жозеф Мазелье. Первая известная балетная постановка под аналогичным названием прошла в Театре Ля Скала в Милане в 1826 году в хореографии итальянского балетмейстера Джованни Галзирани. Балетная труппа Харьковского национального академического театра оперы и балета во главе с приглашенным хореографом-постановщиком из Кишинева Андреем Литвиновым готовит свою оригинальную версию этого спектакля. Очень тяжелая подготовка сейчас началась с утра репетиции, вечером репетиция. Очень тяжелый образ. Я готовлю солистов. Это заслуженная артистка Украины Ирина Клюева и ее партнер и муж Анатолий Фондожевский. И вторая моя пара – это Владимир Ткаченко и лауреат международного конкурса Карина Шатковская. Это первый состав. Конечно, есть еще второй, есть еще третий. Плюс я репетирую еще с кардабалетом. Я думаю, что спектакль должен получиться очень хороший. Важно, чтобы хорошими были декорации, костюмы, чтобы прекрасно звучал оркестр, потому что это 50%, которые составляют хороший качественный спектакль. А что касается артистов, они такие молодцы, они очень стараются. Я думаю, что они будут на высшем уровне. Как и в любые другие времена, артист балета переживает прежде всего за свою технику, за свое исполнение, за свой образ, как он выглядит на сцене, что хочет сказать зрителю. Безусловно, мне кажется, это вне времени, вне эпох. Это, безусловно, всегда. Самое главное – это пластически выразить любой образ, любой характер. И, безусловно, конечно же, это чистота техники. Я был на конкурсе «Лифаря» в Донецке. И на первом туре я танцевал вот эту вариацию по «Дескляв» из балета «Корсар». Ну, собственно, вот этого «Ланкиндема», который сейчас у нас идет в театре. И ко мне подошел педагог из России, очень какой-то знаменитый, и сказал, что сложную ты вариацию себе выбрал, потому что здесь нужно передать за маленький отрезочек, вот вариация, минута, там, 12 характеров. Ты должен, помимо того, что ты должен делать совершенно какую-то технику, там очень сложные прыжки такие в плие, в глубокое, помимо того, чтобы показать технику, еще нужно очень хорошо играть актерские. А это очень сложно, потому что техника получается как в спорте, но актерское мастерство должно быть как в театре. И вот это совместить, главное, чтобы не сделать упор на что-то одно, главное, чтобы все было уравновешено, и действительно, чтобы это была как сделанная партия со всех сторон, со всех направлений, и технически, и эмоционально. Я еще, если честно, не поняла, у меня как бы было не очень много репетиций, и пока мы работаем над техникой. Но, мне кажется, эта партия, эта героиня мне довольно-таки подходит, я чувствую себя в ней. Да, она наложница, рабыня, ее продали. Ну, она такая в партии кокеточка, она не против, что ее продали, то есть она себя отлично чувствует в гареме. Я, конечно, не знаю, как я бы себя чувствовала в гареме в жизни, понравилось бы мне это или нет. Нет, но эта партия мне нравится, и мне кажется, я буду хорошо в ней выглядеть, все-таки восточный тип. А другие партии в этом спектакле? Хотела бы, да, ну, естественно, конечно, я надеюсь, что когда-нибудь я станцую главную партию, Мидору. То есть, ну, почему-то так в театре у нас распределились стереотипы, Мидоры высокие, Гульнары маленькие, и почему-то только так. Ну, может быть, когда-то они, ну, я не высокого роста, может быть, когда-нибудь они посмотрят... Ну, это постановщик? Ну, нет, я думаю, нет, это не постановщик. Ну, хотя, может быть, они все вместе это решили, но это было решено еще, наверное, до того, как приехал постановщик. Я не знаю, нас туда не пускают, мы не принимаем решения вместе со всем руководством. Но у нас очень часто в театре почему-то такие стереотипы, что что-то танцует девочка маленького роста, что-то большого роста. Может, конечно, это еще зависит от партнеров. То есть, если бывает такое, что вот, например, балет Байдерка, да, я хочу, естественно, танцевать с Вовой, но там две партии женские. Одна Ники, а другая Гамзати. Я хочу танцевать, допустим, ну, я танцую балет Ники, но так как в балете Ники, ну, сейчас нет партнера. Вова не танцует этот балет и говорят, что нет для него Гамзати, а Гамзати должна быть тоже маленькая. Нам нужно выучить маленькую Гамзати, чтобы станцевать с маленькой Ники рядышком. Ну, и, в общем, вот такие вот... Сериал. Да, сериал такой у нас бывает. То есть, не знаю, что даже в этой ситуации делать. Наверное, надо мне искать маленькую Гамзати. В карьере танцовщика есть множество факторов, сказывающихся на положительный рост. Это и теплый репетиционный зал, где балетный артист чувствует себя комфортно. И гримуборное, где идет визуальное превращение артиста. И, конечно же, партнер на сцене. На самом деле, это очень сложный вопрос. У нас с Ирочкой так получилось, что мы вместе. У нас уже свадьба была, и мы вместе на сцене танцуем. Но вообще пары... Бывает такое, что даже... Ну, вот они просто танцуют вместе, и все. Потом уехал в другой театр работать. Нету партнера, как у нас. У многих балеринов Алена Шевцова нет своего партнера. Все время или приглашенный танцует, или наши артисты танцуют с ней. Это сложно найти очень партнера. Где люди находят свои родственные души? В основном именно в той сфере, там, где они работают. Причем, мне кажется, не важно, где они работают. В театре или в каких-то других фирмах, или еще где-то. Мне кажется, вот... Именно там находятся такие родственные души. Я всегда была сторонницей того, чтобы надо танцевать с разными партнерами, со многими партнерами. Иначе никогда не получится из себя профессиональной партнершей и хорошей балериной. На сцене, согласно постановке балетмейстера, мы должны исполнять какие-то роли. Но в конце всегда свадьба, в любом случае, в любом балете. Ну или смерть реже. В основном свадьба. На сцене мы все-таки, наверное, другие. На сцене больше красок добавляется, чем в жизни. В жизни тоже все хорошо. Ну, во-первых, да, партнер помогает очень сильно. Когда у тебя есть свой партнер, ты можешь, во-первых, с ним на гастролях катаемся. Мы вместе, и это как бы облегчает личную жизнь. И, в принципе, облегчает жизнь. Нету этих проблем. Кто-то уехал, кто-то остался. Мы вместе. Мы всегда вместе. Танцевать. Да, танцевать. Нам, ну, бывают, конечно, у нас разногласия в танцах. Но вообще, мы с ним, мне кажется, хорошо ладим. Да, на репетициях у нас бывают скандалы. Мог же туда драк дойти. И что-нибудь такое. Когда, ну, как бы он у нас такой. Вова Ткаченко, мой партнер. Он такая личность довольно-таки эгоистичная, наверное. И я такая не совсем простая. То есть, нам бывает... Нам очень тяжело найти общий язык. Но именно только на репетициях. Это в зале всё происходит. На сцене мы этого никогда не показываем. За кулисами можем ещё пару раз там поругаться. Что кто-то там кого-то не так держал. Кто-то там кого-то не так посмотрел. Ты не смотрела мне в глаза. Я говорю, смотрела тебе в глаза. То есть, ну, это бывает, знаете, когда выходишь на сцену и очень сильно переживаешь. Вот бывает, как выходишь на сцену, и ты расслабленный. Ты чувствуешь зрителя, ты чувствуешь сцену. Ты совершенно не переживаешь. Ты танцуй. Вот тогда я наслаждаюсь партнёром. Я смотрю ему в глаза. Ну, как бы смотреть в глаза – это самое главное, наверное, чувствовать друг друга. То есть, мы должны, ну, вот у всех так в дуэте, ты должен чувствовать партнёра. Он ведёт или я ведёт. Ну, он всегда ведёт. А бывает, когда выходишь на сцену, ну, вот что-то происходит, ты нервничаешь. Вот как будто ты вроде как этот спектакль танцевал уже несколько раз, но всё равно ты нервничаешь, и я начинаю зажиматься. И вот тогда Вова, конечно, начинает нервничать куда-то за жалостью. Она меня не смотрела, я тебя не чувствовал. То есть, бывают такие, да, моменты в жизни. Я не знаю, могло бы такое происходить с чужими партнёрами, но если бы это не был мой личный партнёр в жизни, могла бы я так себя вести на сцене с другими партнёрами. Но вот с Вовой я могу позволить себе и зажаться, и разжаться, и знать, что он будет меня держать. Порой приглашают на гастроли меня, а мальчика другого приглашают. Ну, то есть, я от такого не отказываюсь. Я спрашиваю Вову разрешения, он говорит, да, конечно, пожалуйста, я тебе это разнообразить. Ну, и, да, я танцую с другими ребятами, с молодыми, да, очень хорошими, танцую ребятами, солистами других театров. И, ну, я, конечно, немножко нервничаю, когда приезжаю к другому партнёру, как-то вроде как этот же уже привык там, ну, всяких балерин у меня в том числе, есть какие-то недостатки, которые нам надо скрывать. То есть, Вова знает, как эти недостатки помочь мне скрыть. Где-то вот так, где-то вот так. А я же приезжаю к другому партнёру. Ну, я не могу сказать, сделай мне вот так, пожалуйста. Ну, и, тем не менее, каждый хороший партнёр, наверное, всё-таки чувствует, что мне нужно сделать именно вот туда меня поставить, там меня подвинуть, там подвернуть, там завернуть. Да, если ты входишь в, ну, про моего джилета, допустим, там, такие балеты. Ну, в каждом балете есть любовь. А как, ну, ты танцуешь, тем более какой-нибудь такой адажи очень сексуальные. Ну, то есть, всё равно мысли об этом, ну, мысли бывают. Ну, естественно, что они-то не дойдут до секса на сцене, но ты хочешь партнёра своего на сцене. То есть, бывает такое, что ты глазами, ты всем телом чувствуешь, а по-другому ты не передашь ощущения, эмоции. Ну, то есть, мне кажется, нужно так чувствовать партнёра довольно хорошо. Ну, и что самое интересное, ну, так вот, когда станцуешь с чужим партнёром, наверное, это острее даже чувствуется, когда это новые партнёры. Сначала присутствует какая-то стеснительность, ты стесняешься смотреть в глаза, может, как-то. Ну, это на репетициях, но на сцене всё по-другому. Мне кажется, когда чужой партнёр, даже это немножечко ярче смотрится, чем свой. Каждый человек любит по-разному, каждый человек переживает какие-то сложные ситуации в жизни по-разному. И мне кажется, чем больше человек переживает, чем больше человек любит, испытывает каких-то чувств ярких в жизни, тем ярче он может отразить любой образ. Потому что всё-таки мне кажется, что где-то что-то увидеть и перенести с кого-то на себя, именно внутреннее состояние, это очень сложно. Можно что-то посмотреть в плане техники, в плане каких-то движений. Но то, что ты делаешь сам внутри, строишь свой образ, мне кажется, это по большей части всё-таки зависит от твоих внутренних переживаний, от твоего широты твоей понимания любви, страдания, страсти, ненависти. Сцена — это театр. И когда ты танцуешь, неважно, какой ты спектакль танцуешь, ты в любом случае должен любить того человека, с которым ты находишься на сцене. Любить актёрски, да, любить. Но иначе ты до зрителя не донесёшь то, что ты хочешь ему рассказать. Зритель во время просмотра балетного спектакля вместе с героями переживает происходящее на сцене и, естественно, применяет на себе историю и повороты в сюжете. Любовные взаимоотношения героев очень часто пересекаются с жизненными ситуациями и взаимоотношениями возлюбленными. Балетный артист передаёт полностью себя во власть мыслей и эмоций, конечно, контролируя их, иначе образ не получится настоящим. Музыку мы чувствуем, она проникает в душу. И, то есть, ну, во-первых, мы должны танцевать под музыку, естественно. Словом на ухо наступил всё, ты не танцовщик. Музыка. Но она, да, она, вот ты слышишь музыку, ты её чувствуешь, и отсюда как бы идёт уже душа. То есть, танцевать можно всё, что угодно. Ты можешь импровизировать, но главное — слышать музыку, чувствовать её. И что-то всё-таки каждая, не знаю, ассоциация, что ли, вызывает каждое музыкальное произведение. Ну, музыка — это главное. Музыка, да. Если это лирика, это вообще душа поёт, хочется сразу чувствовать что-то такое нереальное. Если это какой-то сильный ритм, ты тоже хочешь в бой идти, рваться. Не, ну музыка — это главное, наверное. А хореография — это всё, что уже ты под эту музыку чувствуешь. То есть, каждый постановщик, ты сначала аж музыку должен найти, а потом уже поставить то, что он чувствует ногами, руками, душой. От темпов очень многое зависит. Причём даже не исполнение темпов, как возьмёт дирижёр, а чтобы мы с ним вместе почувствовали, как войти в... Да, забывать, знаете, заводишься, 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 хочется быстрее, быстрее, быстрее. А тут раз дирижёр и как-то так взял, и весь оркестр остановил. Мне нравится быстрый темп. Я люблю танцевать в быстром темпе. Всё-таки. Не, ну да, мы должны быть с дирижёром. Всё-таки, конечно, дирижёр должен чувствовать мою ногу. Ногу. И приходить... Ну, у нас дирижёр на репетиции, да. Как часто дирижёр должен смотреть... А мне кажется, дирижёр должен ещё и уметь сыграть роль концентмейстера на репетиции. Мне кажется, он должен, вот как концентмейстер у нас, в принципе, репетируют все наши балеты, чувствуют. Мне кажется, дирижёр тоже должен играть под ногу. Ну, может, они в его компетенции, конечно. Дирижёр уже так, это роль концентмейстера. Но, да, это хороший дирижёр, который чувствует ногу бодерина. Балет Это как спорт, со своими этапами, стартами и достижениями. Только в спорте есть расчет и адреналин, а в балете плюс ко множеству всего, духовная глубина и великий смысл. Артист балета – весьма трудная профессия, которой начинают заниматься с раннего возраста. Мама решила, что она хочет, чтобы ее дочка была балериной и танцевала. То есть я в 4 года еще не знала, куда меня отдают. Меня отдали в балетную школу, и мне понравилось. То есть, конечно же, там было без слез, когда был переходный возраст, и много хотелось бросить раз. И вечные истерики, но я рада и благодарна маме, что она настаивала, и я тут. Это жертва. Жертва гулянием с друзьями, жертва проводить время с ними. То есть ты все время проводишь в зале и учишься чему-то новому, развиваешься все время у станка. То есть отрабатываешь движение. Да, это жертва. Но как бы друзья понимают, и в определенное время они меня ждут, когда нужно. Но это жертва большая. И перелом себя внутри. Цена этой жертвы? Великая. Ну то есть я прихожу, и я получаю от этого кайф и большое удовольствие. То есть, что я стою у станка, у меня мышцы работают, я вывожу ногу на экарте, и я получаю от этого кайф. То есть это удовольствие очень большое. Это для того, чтобы выйти потом на сцену, перед зрительным залом, перед людьми, и показать, что такое искусство балета, и как это красиво. Здесь у нас есть замечательная хореографическая школа под руководством Натальи Александровской. Но, к сожалению, балетная школа не может давать дипломы детям, где бы они могли потом сразу устроиться на работу. Было бы замечательно, если бы в городе под руководством Ржевска организовалось бы такое большое училище, которое могло выпускать детей и потом сразу выводить их в Театр мира. Балет, наверное, все-таки довольно неожиданно начался у меня. Это все благодаря моей тете. Все шли мы как-то на улицы, просто получили листовку. Рекламка была маленькая, попробуйте. Все против были, мама была против далеко возить, я далеко жила. И тем не менее, вот так возили, возили, возили меня в школу, мне не нравилось. Ну, когда нам выдали понтики, вот тогда я поняла, что что-то интересное может быть. Ну и, конечно же, хорошо, что в балетной школе все-таки, знаете, заманивают гастролями. Я уже в детстве посмотрела много стран, тоже так меня это все подтолкнуло к какому-то дальнейшему толчок-то, что ли. Потом я начала заниматься дополнительно. Это происходило в Харькове, да? Да, это было все в Харькове, я училась в Харьковской школе балетной, потом я училась в Харьковском училище, в Харьковской академии культуры. Сейчас я учусь в Харьковской юридической академии еще. Да, и вот я закончила балетную школу, пока я училась в школе, мне кажется, я дала какие-то хорошие результаты, показала. У меня был очень замечательный педагог, Жан-Заревна Мурадьян, ей благодарна очень сильно. Она дала толчок, она дала, она, считай, меня сделала, поставила. Я ездила на многие конкурсы в детстве, потом я пришла в театр, меня сразу взяли на солистку. Ну, я парочку спектаклей, наверное, постояла в кордебалете, так, чтобы я не зазнавалась, наверное. И первый мой спектакль, правда, я станцевала первый спектакль не в Харькове сольный, я его станцевала в Одессе, это был Щелкунчик в 2002 году. В 2001 я пришла в театр, в 2002 году я станцевала Щелкунчик в Одессе, меня пригласил Борисов Владимир Валерьевич, он до сих пор танцует еще в Одессе, такой классный мужик, хорошо танцует, очень маленького роста, поэтому он меня позвал, и я с ним поехала на гастроли, там я покатала свой Щелкунчик, ну и потом приехала мне в Харькове, его тоже дали станцевать, и вот с Щелкунчика у меня началось. Очень многое зависит от педагогов, очень важно от тех людей, которые тебя учили, которые тебя научили этому искусству, как они тебе рассказали, как они тебя подготовили, как они тебя выпустили из того же училища в жизнь, и дальше как у тебя складывается уже жизнь твоя в театре с твоим театральным взрослым педагогом. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас, например, этот сезон, как никогда я поняла, что им нужно смотреть театр, нужно балет, нужно приходить, нужно получать хорошую информацию от спектакля. К сожалению, не так часто у нас ставится много хороших спектаклей, но я надеюсь, что в дальнейшем все-таки Харьков будет сильнее развиваться. Балет — это форма сценического искусства, в которой воедино сливаются музыка и танец. Отличаясь большой художественной выразительностью, балетные постановки представляют собой драматургические спектакли, в которых танцовщики общаются с помощью языка тела, танца и патамима. Понимать этот язык очень занятно, и в итоге это понимание трансформируется в сознание зрителя и организует культурный дух человека. Ходите в театр и приобщайтесь к новым формам общения. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok